Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил. Как вы думаете, может нам доступить всем в Беларусь? Лукашенко намного удачнее правит страной, чем... Да, это правда. Лукашенко действительно правит сильно лучше. Я уже по этому поводу рассказывал когда-то давно старый анекдот. Повторю его еще раз. Сейчас после предыдущих выборов Лукашенко, когда он очень жестко разогнал очередную попытку оранжевой революции, ему звонит тогдашний российский президент Медведев и спрашивает, господин Лукашенко, как же так? Вы там свободу нарушаете, демократию подрываете? Это неправильно. А что ему Лукашенко отвечает? Ну вот, Дмитрий Анатольевич, у вас зато со свободой и демократией, видимо, все хорошо, и поэтому между мной и вами только две дивизии, и при этом они обе белорусские. Медведев в ужасе бросает трубку телефона и звонит тогдашнему министру обороны Сердюкову и спрашивает, товарищ министр обороны, сколько дивизий может бросить Лукашенко на Москву? Вот ему отвечает, две, Латарьевич Верховный, главнокомандующий. Ну, говорит Медведев, слава богу, отлегло, если он только две дивизии бросит, до МКАДа только две роты дойдет, от двух рот мы отобьемся. На что Сердюков спрашивает, Латарьевич Верховный, главнокомандующий, а под каким флагом он пойдет на Москву? Ну как под каким, говорит Медведев, под своим, под красным. Ну, если он пойдет под красным флагом, отвечает Сердюков, то из двух дивизий до Москвы дойдет 20. Вот нужно понимать, что тогда, пять лет тому назад, это был скорее анекдот. Сегодня это уже все более и более превращается в некоторую реальность. Не в смысле того, что Лукашенко бросит свои дивизии на Москву, а в смысле отношения общества к нынешней власти. И власти следуют на эту тему задуматься. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.